Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех на мероприятиях клуба русского языка Монтпелье. Эту неделю мы проведем вместе, мы вместе с тотальным диктантом. Меня зовут Ольга Рябковец, я директор фонда «Тотальный диктант». И в течение этой недели, каждый день в 21 час вечера по Москве, мы при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации послушаем разные лекции от экспертов и друзей тотального диктанта. Я вначале расскажу, что нас ждет в течение этой недели, а потом уже перейдем непосредственно к сегодняшней лекции. Итак, начну тогда с завтра. Завтра нас ждет лекция от Константина Мильчина, шеф-редактора «Старитела» и книжного критика, где мы поговорим о книгах Дмитрия Глуховского. Естественно, этот путеводитель по книгам Дмитрия Глуховского мы организовали не случайно, потому что именно он является автором «Тотального диктанта» 2021 года. Его текст мы будем писать 10 апреля в рамках «Тотального диктанта». 23 декабря в среду мы поговорим с вами, это будет лекция от меня, мы поговорим о том, как грамотность влияет на репутацию и что же на самом деле такое орфографические ошибки. Это, в принципе, допустимость в нашем обществе, либо это то, что может серьезно повлиять на работу, на эффективность, на репутацию компании или человека. Поговорим и разберем на примерах. 24 декабря в четверг с Ильей Стахеевым, сооснователем «Тотального диктанта», философом, научным коммуникатором, мы поговорим о том, как категории языка определяют нашу картину мира и наоборот, как то, что окружает нас, влияет на наш язык. Это будет лекция, которая называется «Тотальный диктатор внутри России». Преподаватель филологического совета «Тотального диктанта» и главного редактора портала «Грамота.ру». Это будет лекция о пунктуации, называется она «Дойти до точки о непростых правилах русской пунктуации». Ну а сегодня, прямо сейчас, мы начинаем лекцию с экспертом «Тотального диктанта», членом филологического совета, акции, кандидатом филологических наук, преподавателем Южного федерального университета Кирой Михайловной Дружининой, и лекция наша называется «Перевод с русского на русский. Почему мы не понимаем друг друга?». У нас примерно час на общение, можно задавать вопросы в чате, после того, как лекция закончится, она закончится чуть раньше, чем через час, мы можем тоже либо в формате чата и переписки, либо, может быть, у кого-то будет желание высказаться, тогда можно будет поднимать руку. Ну, в общем, тоже у нас будет какое-то количество времени на общение, и в 22 по Москве мы заканчиваем. Сейчас я передаю слово Кире и желаю вам хорошей лекции и приятного времени в течение этого часа. Добрый вечер, дорогие участники! Безумно приятно видеть столько заинтересованных лиц. Ольга сказала, что будет лекция, но на самом деле мне бы хотелось пригласить вас к беседе. Безусловно, да, я расскажу о том, почему мы не понимаем, как делать так, чтобы мы понимали друг друга лучше, да, и так далее, и так далее. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы с вами поделились друг с другом тем опытом, который есть у нас. Да, потому что так или иначе, от того, насколько хорошо мы друг друга понимаем, зависит эффективность нашей с вами коммуникации. И если бы мы с вами, например, сейчас находились бы в аудитории, то я предложила бы вам нарисовать такую схему, да, схему эффективной коммуникации, которую в свое время, а если точнее, то где-то в 1960 году предложил Иоп тот самый момент, когда из головы вылетело имя и фамилия исследования. Но, тем не менее, пока я тут считала ворон, я вспомню, а предложил Роман Якобсон. И несмотря на то, что с того времени прошло достаточно, да, уже, казалось бы, уже 21 век на дворе, и должно было бы что-то поменяться, но, тем не менее, схема остается актуальной до сих пор. И когда мы с вами говорим о коммуникации, говорим о том, что она должна быть эффективной, то нам очень важно учитывать несколько моментов. Каких именно? Во-первых, у нас должно быть минимум два коммуниканта, то есть два человека. Понятно, что мы с вами могли бы сказать, а как же то, что филологи называют аутокоммуникацией, то есть коммуникацией с самим собой. И все мы знаем эту присказку, приятно поговорить с умным человеком. Так вот, да, это, конечно, пример наэффективнейшей коммуникации, потому что никто нас не понимает так, как мы сами, безусловно. И, конечно, мы с вами можем, будучи даже в здравом уме и трезвой памяти, с самими собой разговаривать, задавать вопросы, отвечать, вести такую интеллектуальную беседу. Почему нет? Но, тем не менее, если мы все-таки ведем с вами речь об обычной коммуникации, мы предполагаем, что вот этих самых участников коммуникации должно быть минимум двое. Тот, кто говорит, и тот, кто воспринимает информацию, тот, кто получает информацию. Да, и вот тут же вопрос в чате, а как же разговор с зеркалом? Как раз, да, это та самая аутокоммуникация, о которой я говорю. Почему нет? Нет, психологи вообще рекомендуют это упражнение регулярно проводить. Так вот, возвращаемся все-таки к коммуникации обычной. При этом у нас может быть говорящий один, а слушающих, например, много. Как, например, сейчас у нас с вами. И мы при этом можем с вами задействовать еще и не один канал коммуникации. И ровно это мы с вами сейчас делаем. Потому что, например, да, я каким-то образом упаковываю все, что хочу донести до вас, и транслирую это. Да, вы, соответственно, эту информацию получаете и каким-то образом ее распаковываете. И вот тут начинается самое интересное. Почему? Потому что именно в этот момент, когда я, как говорящий, начинаю думать о том, как же мне упаковать те смыслы, которые я хочу до вас донести, происходят смысловые потери. И это то, от чего, к сожалению, мы с вами не сможем избавиться. Это нормальный процесс. Потому что, когда мы с вами начинаем переводить мысли в слова, происходит смысловая потеря. И это очевидно. Вторая смысловая потеря происходит, когда вы, как слушатели, начинаете распаковывать то, что я вам транслирую. И вот тут происходит вторая смысловая потеря. И это тоже нормально. Здесь нет ничего такого, от чего можно кричать в караул и говорить, а как же тогда эффективная коммуникация, наверное, невозможна? Возможно. Потому что если эти смысловые потери в итоге не влияют на результат, то это просто то, что сопровождает коммуникацию. Мы с этим смирились, мы об этом знаем, мы это учитываем, задаем вопросы друг другу, уточняющие, и не стесняемся этого. И движемся дальше. Да, я вижу вопросы, коллеги, спасибо за то, что вы их задаете. Я на какие-то вопросы буду отвечать по ходу, да, а на какие-то вопросы отдельно еще мы вернемся к конце всего нашего мероприятия. Так вот, естественно, что... И вот Наталья спрашивает сейчас, а как избежать смысловых потерь? Да, что такое нужно сделать для того, чтобы не на первом этапе, когда я как говорящий, да, думаю о том, как донести лучше до вас мысль. Я, соответственно, хочу минимизировать эти самые потери. Вот на этом этапе лучший способ – это подготовка. Другого способа, честно вам скажу, я не знаю. Но даже в том случае, когда вы готовитесь, возможны вот такие все равно смысловые потери. Недавно я выступала на конференции для редакторов, копирайтеров и так далее, то есть для людей, пишущих. И это был мини-провал. В каком плане? Я подготовила презентацию и рассказывала о грамотности, в том числе о расстановке запятых, о том, что не надо делать фотографические и пунктуационные ошибки и так далее. И привела два примера. Один пример – это был пирожок-стишок. Форма у нас очень простая. Это четверостишья, как правило, отсутствует рифма. И, что важно, не ставятся знаки препинания. Не потому, что автор неграмотен, а потому, что сам жанр этого не предполагает. И в качестве второго примера подобного поэтического произведения я привела «Верлибр». И если о пирожках знали все, то когда я сказала, а вот, пожалуйста, посмотрите, на следующем слайде вы видите «Верлибр», мне потом коллеги написали. А вот тут хотелось бы пояснение. Я не упомянула о том, что «Верлибр» – это свободный стих, особая форма стихотворного произведения. И в некоторых «Верлибрах» тоже, соответственно, знаки препинания не оставятся, и это тоже не является ошибкой. Это вот к вопросу о том, а как избегать вот этих смысловых потерь. Да, вот Дарья пишет. Ситуация наоборот. Я знаю, что такое «Верлибр», но не знаю, что такое «Пирожок». Это, пожалуй, уникальная ситуация. Мне кажется, что таких людей, как вы, все меньше и меньше становятся в современном мире. И с одной стороны это печально, но с другой стороны радостно, что есть возможность встречаться с людьми, которые знают, что такое «Верлибр» в первую очередь. Спасибо вам за это огромное. Так вот, да, как избегать вот этих смысловых потерь? Готовиться. И, соответственно, когда мы готовимся, из позиции «я говорящий», мне предстоит выступление, мы продумываем. А, собственно, о чем я хочу поговорить с моей аудиторией? При этом нам важно понимать, а кто будет? Будут ли это люди, которые знают, что такое «Пирожок», или будут ли это люди, которые знают, что такое «Верлибр» в первую очередь? И тут важный момент. Почти никогда нельзя угадать. И очень важно, соответственно, чтобы у вас были заготовки, которые вы можете развернуть в нужный момент. То есть, если вы понимаете, что ваша аудитория требует пояснения, вы тут же говорите, да, если вы помните, то «Пирожок» — это особая форма поэтического произведения, выглядит так же. Вот, опять же, да, ничего не знаю о «Пирожке», но, видимо, прям надо зачитать. У меня есть такой специальный мета-пирожок. Что я имею в виду, когда говорю «Мета-пирожок»? Это «Пирожок о пирожке». По форме, да, «Пирожок», который, соответственно, описывает, как этот самый пирожок должен выглядеть. «Стих «Пирожок» всегда без рифмы, а также без заглавных букв. В нем знаков припинания нету, а есть лишь юмор, ритм и ямп». Вот, пожалуйста, такой мета-пирожок у меня для вас был припасен. Так вот, да, 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 не знала, что «Пирожки» можно читать, пишет Наталья Анатольевна Ванюкова. Да, так вот, внезапно оказывается, что есть пирожки, есть порошки, есть еще много других жанров сетевой поэзии. Но, опять же, не будем уходить от магистральной нашей с вами линии. Когда мы готовимся, мы анализируем, какая у нас целевая аудитория, о чем мы хотим с этой аудиторией поговорить. Подбираем, и тут привет древним латинянам, которые этот бы этап назвали этапом элокуции, согласно риторическому канону, то есть украшения, мы подбираем слова, в которые мы будем облекать те смыслы, которые мы хотим донести до нашей аудитории. И вот это тоже очень важный момент, потому что от того, какие слова мы с вами выберем, насколько простые, насколько, быть может, сложные, будет зависеть вот эта простота восприятия. И тут тоже очень важно, с одной стороны, не удариться в заигрывание с аудиторией, а с другой стороны, не перемудрить и попытаться найти вот эту гармонию, найти золотую середину, такой серединный путь, по которому пройти между целой и харибдой. Потому что я себе позволяю уже апеллировать какими-то такими образами, потому что понимаю, что если люди не знают, что такое пирожок, знают, что такое верлибр, значит, можно апеллировать к классической литературе и не бояться того, что меня неправильно поймут или не поймут вовсе. И вот это тоже тот самый момент, когда ты, как говорящий, понимаешь, а что можно, а что нельзя в этой аудитории. И понимаешь, будет ли правильно понята, воспринята та информация, которую ты несёшь. Плюс, когда мы с вами, вот помним, у нас есть два человека, адресат и адресант, то есть тот, кто слушает, и тот, кто говорит. И один говорящий, как правило, у нас, а адресат, соответственно, может быть множественный. И есть вот эта информация, которая каким-то образом закодирована. В первую очередь, конечно, мы с вами используем так называемый вербальный канал коммуникации. То есть мы используем слова. И вот тот самый выбор мы с вами делаем. Иногда простой, иногда сложный. Иногда нам нужно включить редактора и понять, что здесь стоит упростить. И так далее, и так далее. Но помимо вербального канала коммуникации, повторюсь, основного, есть ещё другие каналы коммуникации, которые мы с вами тоже вольно или невольно всё равно используем. И при их помощи тоже передаём смысл. Что я имею в виду? Во-первых, это мы сами, как спикеры, как говорящие. Наши жесты, наша мимика. И даже, когда мы с вами взаимодействуем онлайн, мы всё равно задействуем себя. Мы всё равно дополняем картинку. Мы задаём ритм какими-то жестами своему выступлению, своей речи. И тут тоже история палка о двух концах, история о двух сторонах. Почему? Потому что, например, я говорю что-то и сопровождаю свою речь жестами. Я смотрю на вас, на тех, у кого включена камера, и я тоже вижу, как вы реагируете. И для меня это обратная связь. Я тоже считываю эту информацию. Насколько я попадаю или не попадаю? Интересно или неинтересно слушать? Улыбаетесь вы? Или, например, задумываетесь? И это тоже вот та самая важная обратная связь, которую я, как говорящий, получаю и понимаю, что меня понимают. Потому что, когда мы с вами говорим о коммуникации, о выстраивании коммуникации, как приятно, что вы включаете камеру, вы не представляете. Спасибо вам огромное. И когда мы говорим о выстраивании эффективной коммуникации, то я это называю искусством создания общих точек. Потому что, вот представьте, до этого вечера мы с вами никак не соприкасались. ну вот 21.00 и коллеги нас здесь собрали. И вот появляются, у меня загораются окошки, это невероятное ощущение. Спасибо вам огромное за это. И вот мы с вами соприкоснулись. Вот уже одна общая точка. Мы начали разговор и постепенно у нас появляется больше общих точек. У нас с вами уже появились общие шутки. Мы уже можем друг друга назвать тем самым сообществом, которое знает, что такое верлибер, не знает, что такое пирожок. и чем дальше мы с вами движемся, чем больше времени мы с вами проводим, тем больше общих точек мы успеваем создать и тем больше мы успеваем понять и узнать друг о друге. И, конечно, это работа. Если вы думали, что вы сегодня отдыхаете, то нет, вы смело можете сказать после сегодняшнего вечера, что вы отлично поработали. потому что вот это узнавание человека это всегда большой труд. Потому что когда мы с вами эту самую коммуникацию выстраиваем и выстраиваем на основе той обратной связи, которую мы получаем друг от друга, то это, конечно, тот самый путь, который мы с вами проходим вместе. Плюс, да, то есть у нас есть слова, у нас есть жесты, но это же не все еще, вы понимаете, да, у нас есть наш голос, и это тоже про понимание, и это тоже про дополнительные смыслы. Третий канал коммуникации – вокальный. и мы мы с вами, и это, мне кажется, для русского языка актуально, как ни для какого другого интонацией можем вообще перевернуть смысл высказывания. Мы можем произнести слово «солнце» так, что солнце понимает, пора быстро отсюда ретироваться, да, а можем произнести слово «собака» так, что оно станет ласковым. И это тоже про понимание, да, и про расшифровку смыслов, про донесение смыслов, про правильное декодирование информации. Почему так сложно, например, в письменной коммуникации в интернете почему если вдруг мы с вами внезапно включаем капслок, да, наш собеседник пишет в ответ «Чего орешь?» А хочется ему сразу сказать «Да я же просто случайно забыла, вот у меня тут я бронировала билеты, и там надо было имя-фамилию капслоком писать, да, забыла переключить, не оруя, ничего не имела в виду». Да, почему это происходит? Именно потому, что мы в письменной коммуникации пытаемся восполнить вот этот дефицит, который появляется. Его нет в устной коммуникации, когда мы друг друга видим, но в письменной коммуникации, конечно, он появляется. Почему так стали актуальны смайлики, да, и разные иконки, которые позволяют нам передавать эмоции дополнительно? это тоже попытка восполнить этот самый пласт, который в письменной коммуникации уходит, а нам важно понимать, что мы имеем в виду, нам важно декодировать, понять правильно человека, потому что от того, понимаем мы друг друга или нет, да, если мы говорим, например, о коммуникации неформальной, положим, зависит наше с вами доброе расположение духа, а вот если мы говорим, например, о коммуникации деловой, то там, извините, на кону могут быть деньги, там на кону может быть контракт, если мы друг друга неправильно поняли, да, то тут будет абсолютно четкая финансовая зависимость, и это тоже невыгодно, не говорящему неслушающим, и есть такая замечательная картинка, когда стоят два человечка, один другому передает собственно свой мозг, вот собственно, что я хотела тебе сказать, и как бы было замечательно, если бы в обычной жизни мы с вами могли проделать ровно то же самое, но увы, да, это невозможно, милофон Алиса так нам и не оставила, поэтому приходится довольствоваться теми приемами, которые у нас все-таки есть, да, мы все-таки можем друг друга пытаться понять, несмотря на то, что помним и здесь смысловые потери, и здесь смысловые потери, и тем не менее мы все равно пытаемся приблизиться друг к другу, что для этого можно и нужно делать, кроме того, что готовиться, продумывать, и так далее, и так далее. Понятно, что эта работа требует усилий с двух сторон. Естественно, что когда мы готовимся, мы понимаем с вами, должны понимать, что тот выбор слов, который мы на себя возлагаем, определяет результат. У меня есть несколько любимых примеров, я периодически буду, вот у меня тут записочки, буду к ним обращаться. Несколько лет назад на сайте моего любимого университета, в котором я работаю, появилась статья о студенческом мероприятии, которая заканчивалась следующей фразой. Я эту фразу бережно храню в своей памяти вот ровно с того момента, как я ее увидела на этом сайте. И каждый раз приношу ее студентам на занятия. И хочу сегодня поделиться с вами и попросить вас догадаться, а что же имелось в виду. Студенческое мероприятие, печа куча, такой групповой формат работы, очень все задорно и весело. И дальше последняя фраза. Welcome флюрный пробирочный шот первым ста пришедшим. Как вы думаете, что хотел сказать автор? В чат можно версии писать. Повторите, пожалуйста. Пожалуйста. Welcome флюрный пробирочный шот первым ста пришедшим. Я могу даже в чат это написать, потому что я подозреваю, что на слух это не очень хорошо воспринимается. Я это читала, и то мне понадобилось довольно большое количество времени для того, чтобы понять, что же в итоге имелось в виду. Орфография авторская будет сохранена. первым пришедшим. Вот. Ужасный вопрос, что хотел сказать автор Дарья. я согласна. Вы же понимаете, надеюсь, что я его использую намеренно. Приветственный напиток в пробирке. Да, тем, кто пришел первыми. Да, 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 именно, именно. Мила, спасибо вам огромное, как вы легко разгадали авторский замысел. Я признаюсь, была не так быстрая, мне понадобилась помощь студентов, и то им тоже пришлось какое-то время поразмышлять. С чем связано вот это непонимание здесь? Очевидно, да, с тем, что очень много неоправданных заимствований. И в этом плане я очень люблю зарисовку Андрея Кнышева в эфире Ньюзости. Если вы не сталкивались с этой зарисовкой, рекомендую, она в свободном доступе есть в сети, на досуге почитать, получите огромное удовольствие. И есть даже запись того, как Андрей читает собственно эту самую зарисовку, можно посмотреть на Ютьюбе. Чем собственно была вызвана эта зарисовка. Тем самым вечным плачем Ярославны по поводу того, что русский язык испортили заимствованиями. И тут как обычно мы с вами говорим о том, что опять же нам надо найти ту самую золотую середину. Потому что язык без заимствований тоже жить не может. Мы это прекрасно с вами понимаем. Но и заимствования появляются в языке тоже неспроста. Они появляются оправданно. Нужно пояснение. появляется новое явление. Как-то его надо называть. И так далее, и так далее. Причем когда мы разговариваем например с людьми, которые очень жестко стоят на позиции борьбы за чистоту русского языка и того, что в русском языке достаточно слов. Это тоже такая очень частая версия. Достаточно слов можно использовать те, которые уже есть. Я тогда всегда прошу таких людей представить картинку. Вот что возникает? Какая картинка возникает, когда вы слышите слово вахта, регистратура, ресепшн? Одна и та же ли картинка или нет? тоже можно написать в чат, какие ассоциации первые у вас возникают с этими словами. Разные картинки пишет Дарья. Да! И вот у меня точно так же разные картинки, потому что когда я слышу слово вахта, я точно не представляю улыбающуюся в немило девушку. Я скорее всего представлю бабулю, которая должна не пущать, как правило. Да! Три разных картинки, конечно. Когда я слышу слово регистратура, тоже, как правило, я представляю не общежитие и не гостиницу, я представляю скорее всего медицинское учреждение и так далее, и так далее. Но при этом мы с вами можем сказать, что вроде бы функцию выполняют одну и ту же эти явления. И почему бы не использовать одно слово для всех трех? Но нет. Оказывается, что у нас, у носителей языка, за каждым словом своя картинка, свой четкий образ. И мы с вами при этом понимаем друг друга. Потому что как раз у нас складываются примерно одинаковые картинки. Да, безусловно, там будут нюансы. Кто-то на ресепшн представит юношу, кто-то в регистратуру представит тем или иным образом, точно так же, как и картинка вахты, может быть разной. Но сам по себе посыл будет одинаково. И в связи с этим, да, соответственно, мы с вами понимаем, что когда мы говорим о том, что заимствования у нас засоряют язык, мы понимаем, что все должно быть в меру. они не должны быть чрезмерными, они не должны быть, как вот в том пробире с пробирочным шотом, в таком количестве. А так, если мы вернемся к оценкам разных исследователей, то по разным оценкам в русском языке, мы же помним с вами, от условно 40 до чуть ли не 80 процентов взаимствованных слов. Другой вопрос, что к каким-то из них мы уже привыкли, конечно, и мы их не воспринимаем как что-то инородное, но пройдет время, и те слова, которые мы с вами сейчас воспринимаем как инородные, затрудняющие понимания, тоже станут для нас какие-то из них, не все, конечно, но какие-то станут родными и очень привычными. Понятно, что есть понятие языковой моды, и мы тоже не можем его не затронуть, и какие-то словечки в русском языке так или иначе в определенные периоды становятся модными, их используют все вокруг, и это такие слова-паразиты, и кажется, что без них действительно можно обойтись. И потом, спустя время, так и оказывается. Эти слова уходят. Например, в 90-е очень активно использовалось слово будировать. Наши политики активно это слово везде и всюду использовали, причем, мало того, что они его использовали, привнесли в него свой смысл. Если мы с вами посмотрим словарь, откроем словарь, мы увидим, что в толковом словаре есть даже помета у этого слова второе значение политическое. И соответственно, имеется в виду, употребляется в контексте возбуждать какой-то вопрос, поднимать какой-то вопрос. Сейчас уже мы это слово практически не встречаем. Точно так же, когда была, например, эпоха космических заимствований, очень часто мы слышали, использовали слово сателлит. Сейчас мы практически его не употребляем, за редким исключением и вообще в другом контексте. Города сателлиты. И так далее, и так далее. Вот этот процесс такой вечный. И мне, например, очень радостно, что есть возможность наблюдать за этим процессом. Хотелось бы сказать, что влиять, но я не питаю иллюзий по поводу собственной значимости. Конечно, если говорить о том, что у меня есть возможность влиять на юные умы, как у преподавателя, то безусловно я этой возможностью пользуюсь и учу студентов переводить с русского на русский и обратно. И даю им в том числе вот эту прекрасную зарисовку Андрея Кнышева и прошу их перевести. И это оказывается очень хорошим упражнением для того, чтобы студенты излечились от необоснованного употребления заимствованных слов, например. Плюс, но ведь не только заимствование влияет на понимание, на восприятие текста. Есть то, что мы называем городскими диалектами. Понятно, что и вообще диалектами, но и городскими в том числе, потому что как бы нам не хотелось, но такие региональные словечки все равно появляются. И коль скоро я из Ростова на Дону, то не могу не задать вопрос, что такое кулек? Ваши версии. В чат напишите. Сверток вот, да, сразу пишут. Да, 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 да. Вот, представляют кулек, у меня тут рояль в кустах. Кулек вот таким образом, каким-то таким. А нет, в Ростове на Дону так называют полиэтиленовые пакеты с ручками. Да, что вводит в заблуждение очень многих. Плюс, например, такое, не знаю, слышали ли вы или нет выражение палка-колбасы или батон-колбасы. Плюс-минус, и что такое палка-колбасы, что такое батон-колбасы? Вот, палка Дарья пишет так, так, ага, вот, одно и то же, а нет, ни одно и то же. Палка-колбасы, это значит, что колбаса копченая, причем такая сырокопченая, что это действительно палка. Да, а если батон, то это такая вареная колбаса, мягкая, да, 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 конечно, как раз и в чате я смотрю, что вот, пожалуйста, к вопросу о понимании, да, и регулярно я, например, сталкиваюсь с тем, что когда приезжают люди из других городов, и ты, не задумываясь, используешь какое-то региональное словечко, то человек невольно оказывается в ступоре. Безусловно, эти слова, да, скорее провоцируют спросить, а что такое, что это означает, потому что коммуникация в этом случае предполагает возможность задать вопрос. И иногда не скрою, да, я специально использую такие словечки, чтобы спровоцировать вот этот диалог, чтобы люди задавали вопрос, да, чтобы спрашивали, а что такое, да, вот пишет Дарья, файлы мультифора, да, 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 если брать вот те же самые наши словечки, жалко, что Ольга сегодня не в майке, говори, как ростовчанин, у нас есть замечательный художник Владимир Овечкин, который такую майку выпустил и собрал на ней действительно очень большое количество таких наших региональных словечек, в том числе Жирдёла, например, да, если вдруг не слышали никогда это слово, да, это абрикосы, которые просто уже попадали, такие мелкие, дичка, вот, пожалуйста, да, и так далее, и так далее, песок, сахар, да, 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 если брать туда же, ближе к Сибири, очень часто используется вихотка, в значении мочалка и прочее, 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 таких словечек очень много на самом деле, и очень интересно выяснять, да, сталкиваясь с такими словечками, очень интересно выяснять, что они значат, мы недавно со студентами говорили, например, о фразеологизмах, и я им предлагала, естественно, да, литературные фразеологизмы, сизифов труд, там, и так далее, они мне в ответ «А сделать на 3.15?» Что это такое? А оказывается, это сделать легко. Почему на 3.15? Студентка разводит с руками и говорит «Не знаю, но там, где я, откуда я родом, говорят вот так. А откуда вы родом?» В Владивосток, оказалось. Вот я думаю, что надо задать будет владивостокским коллегам вопрос «Почему так говорят?» Раз уж есть такая возможность, да, потому что безумно интересно выяснить, а что за этим стоит. Очевидно же, что этот фразеологизм мотивирован чем-то, каким-то явлением, и хочется понять, что за ним. И так далее, и так далее. Да, и плюс еще один момент. Если мы говорим с вами, допустим, не о бустной коммуникации, да, а о коммуникации письменной, то там, конечно, очень часто на эффективность влияют пресловутые ошибки, орфографические и пунктуационные в том числе. Но если с пунктуационными еще более-менее все неплохо, скажем так, безусловно, иногда даже запятая оказывается настолько важной, что при ее отсутствии предложение рассыпается. я думаю, что вы с такими текстами в соцсетях так или иначе сталкивались. Но гораздо хуже дело обстоит с орфографией. И вот тут-то приходится иногда ребусы разгадывать. Жирделы просят меня повторить в чате название абрикоса. Так вот, я коллекционирую такого рода ошибки просто потому, что иной раз кажется невозможно придумать вроде бы все понятно, но нет. И просто вершина моего хит-парада это я сейчас напишу в чат, я произнесу, напишу и в чат. нежеле. Что такое нежеле? Долго я пыталась понять. Фраза была нежеле мать, нежеле дочь, нежеле что-то там еще. Я перечитала несколько раз, потом поняла, что это же на самом деле нежели. Нежеле мать, нежеле дочь, нежеле кто-то там еще что-то делает. потребовалось мне на это некоторое количество времени. Не сразу, я честно признаюсь, разгадала это требусь. И это тоже про понимание. И когда меня спрашивают, а зачем нам, студенты очень любят, а зачем нам, какая разница, как мы пишем, подождите, друзья мои, давайте начнем с того, что язык это общественный договор. Наши предки когда-то договорились, что стол это стол, ручка это ручка, ну и о более сложных вещах. Если с простыми словами все более-менее понятно, то когда мы, например, переходим в область абстракции, когда мы начинаем использовать слова дружба, любовь, нежность и так далее, и так далее, вот тут-то становится сложнее. Почему? Да потому, что каждый из нас, понимая значение этого слова, вкладывает все равно что-то свое. И я очень люблю проводить эксперимент такой в аудитории студенческой. Я обычно прошу дать определение слову дружба. И оказывается, что очень разные вещи понимают под дружбой люди. Порой диаметрально противоположные. И вот в этом случае тоже возникает непонимание. И тогда надо пытаться, если мы говорим о той самой эффективной коммуникации, выяснить, а что конкретно стоит вот за этим абстрактным словом. Что за ним кроется? Потому, что иногда оказывается, что нас любят не той любовью, которой мы хотим. И с нами дружат не так, как мы хотим. и оказывается, что язык определяет наше с вами мышление и нашу с вами жизнь. И это тот самый тотальный диктатор внутри нас, о котором будет говорить Илья, я думаю, в среду. Илья же выступает. Или в четверг. четверг. Потому, что оказывается, что мы с вами, несмотря на то, что мы видим по отношению к трём разным словам те же три разные картинки, если мы уходим в область абстракции, то вот тут начинается самое интересное. Оказывается, что картинки у нас у всех за одним и тем же словом разные. и вот этот тот самый ключ к эффективной коммуникации, мне кажется, на любом языке, когда мы с вами выясняем, а что же за картинка другого человека за каким-то абстрактным словом. я готова на самом деле отвечать на вопросы. Оля, подключайся к нам тоже, пожалуйста. Был вопрос, я, по-моему, не ответила на него, кому важнее, я вот сейчас хочу пролистать чат, что-то было про то, кому важнее, а, вот, нашла от Натальи вопрос был, кому важнее понимать смысл заложенные выступления, оратору или аудитории? Мне кажется, что обоим важнее. Да, почему объясню свою позицию? Потому что есть у меня любимая фраза, если ты неясно мыслишь, ты неясно говоришь, да, и аудитория не сможет понять, что от нее хочет оратор, какой смысл он хочет донести, если оратор сам не понимает. А таких примеров на самом деле мы видим большое количество. Можно говорить условно связно, можно говорить бойко, можно создавать иллюзию льющегося речевого потока и при этом не сказать ничего значимого. Таких примеров мы с вами знаем огромнейшее количество. Достаточно включить новости и посмотреть что-нибудь из мира политики. и при этом если я как оратор понимаю что конкретно я хочу сказать, если у меня есть план, у меня есть структура выступления, я понимаю с кем я говорю, я выстраиваю вот эти мостики и они могут быть какими угодно. Это могут быть картинки, это могут быть шутки, это может быть все что угодно по большому счету, но в итоге вот это все будет нас связывать, будет нас соединять, вот те самые точки и поэтому очень важно и то и другое. Вот тут еще об одном моменте я не сказала на самом деле, потому что когда мы говорим о понимании аудитории того, что оратор доносит, бывает так, что оратор не до конца продумал какие слова стоит использовать. и, например, грешит терминологией. Аудитория не всегда может задать вопрос, неважно в силу каких причин. Кто-то быть может не захочет показаться незнающим. Это уже достаточное основание. И вот этот момент, когда оратор, многие ораторы, кстати говоря, его используют, вы же понимаете, о чем я говорю? Я не знаю практически ни одного человека, который бы в ответ на этот вопрос сказал нет. Все, конечно же, кивают и говорят, да, конечно, мы понимаем. И вот это тот самый роковой момент, когда происходит непонимание, происходит разрыв, потому что и дальше этот разрыв только увеличивается. Хороший оратор этот момент отследит, но это тоже требует дополнительной работы. Поэтому очень важно проговаривать, объяснять, если видишь обратную связь, считываешь, понимаешь, что ну нет, проверлибр нельзя было сказать одним словом, надо было все-таки недостаточно примера, надо давать определение, да, и так далее, и так далее. То есть вот эти моменты очень важны. Так. Да, я могу зачитать пока. Ага, давай. Мила спрашивает, но ведь цель оратора может быть говорить долго и основательно, но так, чтобы никто ничего не понял. Очень откликается мне самой, потому что это тоже может быть условно целью коммуникации. В том числе, безусловно. Тут важно понимать, если вы, да, та самая аудитория, для которой оратор говорит цельно, долго, основательно, но бесцельно, важно понимать, какую вы выгоду можете получить в этой ситуации. И что вообще происходит, да, то есть для чего оратор это делает, с какой целью? Это манипуляция или что это? Да, потому что вполне возможно, что такая речь будет исключительно манипулятивной. Тут тогда надо отслеживать, как эта манипуляция строится, зачем она делается, ну и так далее, и так далее. И ловить оратора на нестыковках каких-нибудь, быть может. Я сейчас фантазирую на самом деле, да, хотя я тоже сталкивалась с такими ораторами неоднократно. Но я, например, как человек, который преподает риторику, очень люблю таких ораторов, потому что я сажусь и начинаю записывать. И потом рассказываю студентам, как делать не надо. Потому что студенты, как правило, начитавшись советов бизнес-тренеров, говорят, Кира Михайловна, ну, если я красиво интонирую, надену красное платье, все же будет отлично, и буду говорить без запинок. Хочется сказать, ну, да, но нет, но не всегда, да, и все-таки должен быть смысл, потому что красное платье, к сожалению, не залог успеха. Понятно, что в разных ситуациях, быть может, иногда и залог, но, тем не менее, есть нюансы. Да, я хотела сказать, что на тему манипуляции есть вот последняя лекция в лектории тотального диктанта, манипуляции в медиа, как их распознать, как понять, что вас обманывают, тоже можно на нашем канале в YouTube посмотреть. А у нас вопрос от Александра про грамотность. Нужно ли объяснять человеку, зачем писать и говорить грамотно, когда человек утверждает, что и так всем все понятно? Хороший вопрос, Александра, вы знаете, я действую на самом деле по обстоятельствам, я честно признаюсь. Оля называется «Не бей меня, пожалуйста», несмотря на то, что я член филологического совета тотального диктанта и я, конечно, за грамотность, кроме того, я преподаватель и редактор и так далее, безусловно. Но я в обычной жизни сталкиваюсь и с такими людьми, о которых пишет Александр, у меня есть прекрасный друг, успешный бизнесмен, который говорит каждый раз, слушай, ну кому нужны твои вот эти запятые? Ну, и пишет отвратительно. Говорит, ну у меня и так все хорошо, от того, что я поставлю правильно и научусь вот это все излагать, как ты хочешь, лучше не будет. И я понимаю, что ему конкретно не надо. Ну, потому что, да, невозможно, если мы говорим о взрослых людях, состоявшихся, быть может, я не оставляю на самом деле надежды когда-нибудь перевоспитать Горбатого, но не суть, да, но когда мы говорим о взрослых людях, очень важна мотивация внутренняя, потому что в случае с ребенком, да, мы можем воздействовать при помощи внешней мотивации, потому что есть школа, есть оценки, преподаватели, родители и так далее, и так далее. Но все равно в любом случае самая эффективная мотивация это внутренняя. И вот Оля будет рассказывать как раз о грамотности, как о элементе, если хотите, личного бренда на сегодняшний день. Потому что как ни крути, я так пунктиром чуть-чуть анонсируя то, о чем подробно будет говорить Оля, не отбирая хлеб, при этом забегу. Когда мы говорим с вами о грамотности и вообще о том, что мы по тому, как человек говорит, очень многое о нем понимаем. И мы ведь понимаем не только какая оценка у него по русскому языку в школе была, мы понимаем, насколько он эрудирован, насколько он умеет мыслить хорошо, умеет ли он логику простраивать, видит ли взаимосвязи между явлениями или нет. И это все мы понимаем при помощи речи. Потому что когда открывается дверь, и, например, заглядывает человек, и все, что он может сказать, ты понимаешь, что явно что-то не так в консерватории. И говоришь ему выйдите, пожалуйста, подумайте, что вы хотели спросить, и зайдите еще раз. Сделаем вид, что предыдущей итерации не было. И оказывается, что наша с вами речь грамотная речь. Это то, что позволяет, если мы подходим к человеку стереотипно, позволяет сделать выводы далеко идущие. Пишет без ошибок. Ага, значит, учился хорошо. Учился хорошо. Значит, анализировать умеет. Анализировать умеет. Значит, еще что-то. И вот тут можно долго рассуждать о том, насколько это правильно, потому что, безусловно, стереотипы, это не всегда хорошо. Но это облегчает нам восприятие действительности, если хотите. И иногда это удобный инструмент хранения каких-либо наших представлений о мире. Но, безусловно, когда мы выстраиваем коммуникацию с конкретным человеком, то надо давать себе труд узнавать этого человека. Безусловно. Потому что, например, грамотная речь не гарантирует вам эмпатии. Я, например, знаю очень грамотную девочку, которой писали письма о любви с ошибками. Девочка исправляла все ошибки и отправляла эти письма обратно. Вряд ли такого человека мы назовем приятным в коммуникации. И тут я, в общем, вслед за классиком буду говорить, что в человеке все должно быть прекрасно и грамотная речь, и характер, и так далее. У нас осталось две минуты, минимум три вопроса. Про лекторию я видела сейчас ссылочку на лекцию про манипуляцию вам сброшу в чат. Вопросы у нас соживали в современном обществе Древнеримская школа ораторского искусства и риторики. Короткий, пожалуйста, ответ. Да, короткий ответ, да. Есть восхитительный, прекрасный, и тут я могу очень много эпитетов использовать Георгий Георгиевич Хазагеров, профессор, доктор филологических наук, и буквально вчера или сегодня дня, ну вот буквально на днях вышла его новая книга, называется «Риторический манифест». Рекомендую и его личный сайт, и книгу, и так далее. И он проводит встречи в Зуме регулярно у себя на странице в Фейсбуке, его можно найти, и так далее, и так далее. Если интересуетесь этой темой, мои самые рекомендации. Наталья спрашивает. Недавно смотрела передачу, в которой, на мой взгляд, обычного профессионального фотографа-натуралиста назвали Bird Watcher. Я понимаю дословный перевод, но неужели это единственный вариант точного обозначения деятельности человека в русском языке? Уверена, что нет. Я уверена, что это как раз тот самый пример, когда можно было подобрать менее вычурное слово. Но опять же... человек, Кира, на тебя обиделись, потому что это особая религия. Наверняка, наверняка. Я знаю, Оль, ты знаешь, я даже знаю талантолога одного. Вот человек себя называет талантолог. Я долго пыталась понять, кто же это. Тот, кто раскрывает таланты. Почему нет? Нам предлагают сидеть до бесконечности общаться. Это безумно приятно. Ссылку на лекторию я отправила на YouTube именно на лекцию про манипуляцию. Если нет логики в словах, значит, нет логики и в голове, и с пустой головой бизнес не построишь. Это то, как раз, о чем нам Кира говорила, что везде есть связь причинно-следственная и во всем должен быть баланс. И действительно, я попытаюсь, но именно с точки зрения деловой коммуникации, с точки зрения того, как на практике безграмотность может нам заслужить плохую службу. Об этом поговорим мы с вами в среду. Про точную связь грамотности и эрудированности, соотношение двойки по русскому языку и пятерки по точным наукам нам тоже говорят. Но мы, кстати, в тотальном диктанте опровергаем успешно миф о врожденной безграмотности. Поэтому, возможно, с преподавателем не повезло или просто не в свое время вы осваивали русский язык, поэтому приходите к нам на курсы. У нас двоечники становятся отличниками тотального диктанта, потому что все это приходит вовремя в нужном виде с любовью и задором. Простите, на секундочку взять слово. Я очень сильно извиняюсь, как раз администратор говорит возле меня. Это крайне важный вопрос. Всю жизнь пишу, как пьяная курица с ломанной лапой, и никогда мне это не помешало. Как видите, речь достаточно грамотная, взвешенная, так что я не могу с вами согласиться, что пять по-русскому и грамотная письменная речь это четкая корреляция между эрудированностью и образованностью. Спасибо. Безусловно. Что вы слышали? Безусловно. Я же об этом говорю, что не всегда эта корреляция есть, но люди в большинстве своем ее простраивают. Грамотная речь равно эрудиция, хотя мы с вами понимаем, что далеко не всегда это коррелирующее явление. И так далее, и так далее. Таких сбивок логических на самом деле, если мы говорим о стереотипах, очень много. Так что да. А тут тоже приводят примеры разных заимствований. Да, да, да. Про школьную оценку это тоже собственно вопрос, является ли пятерка по-русскому в школе вашим оберегом на всю жизнь подтверждением того, что идеально знает русский язык. И наоборот, здесь тоже очень много дискуссий, и тоже в тотальном диктанте мы поднимаем этот вопрос. На самом деле сходимся на том, что по сути в настоящее время нет объективной системы, которая могла бы замерить уровень грамотности взрослого носителя русского языка. Так что всем диктантам. Курсы тотального диктанта бесплатные. Не все курсы, но есть достаточное количество бесплатных курсов тотального диктанта, которые бесплатные и доступны любому желающему. Просто последний вопрос от Натальи, сколько стоит курс? И я, соответственно, что называется, кричу, что надо же идите. И вот сейчас как раз идет курс Владимира Пахомова, с которым вы встретитесь в пятницу о пунктуации. Прекраснейший курс с очень интересными примерами. Я сама с удовольствием слушаю Владимира. Каждый понедельник открывается новый модуль. Так что присоединяйтесь. Еще у нас есть прекрасный курс по истории орфографии. Он называется «Мышь без мягкого знака кродиться». О том, как могли бы писаться некоторые слова, если бы ряд реформ был принят или наоборот ряд реформ не случился в русском языке. По курсам заходите на сайт totaldict.ru там есть разные плиточки, которые ведут на разделы сайта. Там есть учиться писать диктанты в коллекции диктантов. Там есть раздел с онлайн школой. В ней лежат занятия по подготовке к тотальному диктанту разных лет и ссылки на курсы. Как я уже сказала, «Мышь крадется», курс по пунктации. Еще у нас был курс, который называется «Никогда не пиши никогда», и он рассказывает о сложных случаях, интересных орфографии. Вот. Друзья, есть еще вопросы к Кире? Мне кажется, мы наговорились. Пять минут времени мы перебрали. Я такой таймкипер, простите меня за заимствование. Ну что, друзья, я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что мы встретимся с вами завтра. Напоминаю, что завтра нас ждет лекция Константина Мильчина, мы поговорим о книгах Дмитрия Глуховского, расписание на всю неделю Елена скинула тоже в наш чатик, поэтому ждем вас до самой пятницы, я надеюсь, каждый день. Спасибо вам за внимание, спасибо, что слушали, спасибо тем, кто включал камеры и большое спасибо Кире Михайловне. До новых встреч. Спасибо огромное. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok